МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре, три, два, один, старт! Раз! Хронометр включен, каждое приседание записывается, а счет ведет профессиональный судья, президент федерации пауэрлифтинга, который сам болеет не меньше зрителей за своего бывшего ученика, но беспристрастность превыше всего. При выполнении приседания он должен полностью выпрямить ноги, когда встать, да, не должен сходить с места, то есть постоянно должен стоять на одном месте. Если он при выполнении приседания сошел, сделал шаг вперед и назад, это упражнение уже считается незащитным, что было в тот раз. Сергей Гиревик, заслуженный мастер спорта штангой, занялся после травмы и сразу решил побить мировой рекорд венгерского тяжелоатлета Мона Лара. Он его и побил еще в феврале, а теперь побивает рекорд собственный февральский. Зачем это Сергею надо, мы спросили еще до начала старта. Тот сильный, кто поставил цель, идет к ней, правильно? Наверное, поэтому хочется ставить цели и преодолевать их дальше. Чтобы получить от спонсоров полтора миллиона, Сергей должен не просто побить свой рекорд 180, а присесть не меньше 210 раз. Спина хуже всего переносит такие 20-минутные забавы хозяина с центнером в руках. Лиза, жена Сергея, призналась, после первого рекорда он восстанавливался неделю. Так что на этот раз она даже смотреть на это не стала. И пока муж тягал штангу, готовила фуршет. Когда первый раз он устанавливал рекорд, я, конечно, сильно перенервничала, в общем, очень плохо себя чувствовала потом. Подумала, что, наверное, не стоит так себя истязать. И, в общем, занялась просто делами, опять же, подготовкой, помощью в проведении рекорда. Лиза уверена, ее спокойствие передалось Сергею и помогло установить новый рекорд для книги гимнесса. 212 приседаний с центнером в руках. За эти 20 минут он потерял килограмм. А еще вписал свое имя в аналог и получил премию от собственного клуба, где работает тренером и где они с Лизой познакомились. Богатырь с супругой недавно переехали в новенькую квартиру на Богатырском проспекте, где Сергей первым делом после рекорда напился чаю с пирогами, по которым тосковал во время спортивной диеты. И показал нам самую первую спортивную награду. Вот я нашел дома у себя такую книжечку Сергея Михалкова «Три поросенка». Это мой первый приз, как выяснилось. В 1977 году я со временем бежал в лыжную гонку. Ну, в чем суть заключается? Что детки маленькие были, поэтому мы бежали всего километр. Я занял четвертое место в лыжных соревнованиях. Но от моего поселка до поселка, где проходило соревнование, где-то, наверное, километров пять было. Я пока туда дошел, уже все было ясно. А потом там уже бежать, мне уже не бежать. Я еле-еле пробежал и вот обратно опять шел пешком, потому что выходной. Выносливость Сергей взращивал с детства. И даже тогда мультфильмом по телевизору предпочитал спортивные состязания. А уж когда в школу пошел, родители сына дома просто не видели. Мальчик разрывался между секциями, в которые сам же себя и записывал. Я шел на борьбу. Потом у меня был выбор заниматься борьбой или боксом. Ну еще мальчик молодой, там 6-7 класс. Я после тренировки борьбы шел на тренировку на бокс. А потом, поскольку все это было как-то так вот в веянии, так 86-87 год, в моду тогда входил брейк-данс, мы ходили еще после этого на брейк. Потом было военное училище, где Сергей начал заниматься гиревым спортом. И установил первый рекорд для книги Гиннеса. За 12 часов поднял двухпудовую гирю 5555 раз. Осуществлению рекорда со штангой очень помогла многолетняя привычка отключать ум во время монотонных силовых экзерсисов. Как-то у одного гирюка спросили, о чем ты думаешь? Знаменитый такой гирюк был Михаил Бибиков. Спросили у него, о чем ты думаешь? О грибах, о бабочках, о рыбалке там. То есть кто о чем? Понятно, что о железках он не думает. Они у него в руках, они так ему уже надоели. Вот и я думаю, о чем только не думаю. О том, как поеду в отпуск отдыхать. Как хорошо было бы там где-то еще. Сергей Заядло, нумизмат, с гордостью демонстрирует царские полушки и набор олимпийских монет, о которых мечтал с детства. А рекорды ставит даже дома. К примеру, в новой квартире сам сделал ремонт с нуля, от стен до потолков. Лиза же вспоминает, как в начале их семейной жизни муж носил ее на руках. С первого этажа на шестой. Практически через два месяца после знакомства было сделано предложение. Еще полгода каждый день он мне делал предложение, чтобы я окончательно согласилась и ответила «да». Так воля к победе пригодилась Сергею в личной жизни. Кстати, по мнению атлета, именно этого не хватает российским спортсменам нового поколения. Трудно вырастить профессионального хоккеиста, хорошего. Если его привозят, увозят на тренировку. Понимаете, да, как это все? То есть одели ему коньки, сняли с него коньки и так далее. То есть родители думают, что управляют заботу, а на самом деле убивает в человеке характер. Понимаете? Характер, который в нужный момент будет бороться с последних сил. Понимаете? Кровь из носа. Анастасия Томила, Роман Ткаченко, Андрей Клемешов, Владимир Тихонов. Первый канал Петербург.